Всем привет! Шаровый кран – это вид запорной турбопроводной арматуры с внутренней регулирующей частью сферической формы. Изделия такого типа давно пользуются огромной популярностью на нашем рынке, благодаря надежности и долговечности их конструкций. В случае возникновения аварии или другой нужды в быстром прекращении подачи жидкости, шаровый кран становится важной гарантией моментального перекрытия любого потока. Каждый хороший хозяин квартиры или любого другого строения хочет, чтобы все важнейшие инженерные системы были всегда надежными и безопасными. Выбирая эти незаменимые изделия, каждый человек обязательно сталкивается с вопросом, как выбрать качественный хороший кран. Одним из залогов успеха данных изделий является простота их конструкции. Как известно, все гениальное просто. Поэтому такое строение шаровых кранов и обеспечивает надежность и их долговечность. Как можно догадаться из названия, их главным элементом является подвижный гладкий затвор шаровидной формы. Он представляет собой сферу, по оси которой вырезано сквозное круглое отверстие, служащее для прохода потока вещества. Ее почти идеальная форма создается с использованием алмазной полировки и хромирования. Упрощенная конструкция шарового крана можно описать так. Сферический затвор располагается в центральной части корпуса изделия между двумя плотниками и кольцами, называемыми стедлами. Они производятся из различных видов пластмасс, чаще всего из стеропласта. Затвор, в свою очередь, закреплен на поворотном штоке с консольной ручкой типа рычага или ручкой типа баттерфляй. Для полного открытия или закрытия шарового крана необходимо повернуть затвор при помощи этой ручки на 90 градусов до упора в одну или другую сторону. Практически на всех своих объектах мы используем шаровые краны от итальянского производителя Valvo Sanitaria Bugatti. От того, что краны Bugatti пользуются повышенным спросом, у нас в стране на рынке имеется большое количество подделок. Для системы водоснабжения и отопления компания Bugatti предлагает свыше 10 линеек шаровых кранов, каждый из которых отличается чиническими характеристиками и функциональным назначением. Рассмотрим ассортимент полнопроходной арматуры у этого производителя. Серия Oregon. Конструкции диаметром от 80 до 25 миллиметров, температурный максимум 120 градусов, давление от 25 до 65 бар. Серия New Jersey. Это краны, рассчитанные на давление от 14 до 50 бар и температуру до 120 градусов. Серия Arizona. Это шаровые краны. Применяется в качестве запорной арматуры системы горячего и холодного водоснабжения, включая системы с питьевой водой, отопления, транспортировки сжатого воздуха и углеводородов. Серия Nevada. Это усиленные параллельные угловые краны под резьбу, которые соответствуют ISO 72000. Серия California. Это аналог линейки Oregon. За исключением отличающегося состава резьбы, это ISO 72000 и увеличенных типоразмеров, имеющий диаметр от 50 до 90 миллиметров. Серия Kentucky. Это краны, выполненные из латуни марки CV602N. Особенностью шаровых кранов богатой Kentucky является то, что корпус изделия имеет надежную конструкцию прималой строительной длине и изготовлен из качественного с низким содержанием свинца не более 0,2% латунного сплава марки CV602N. Серия Eco Green. Серия шаровых кранов от Valvas Aneceri Bugatti для питьевой воды по нормам DIN 3433. Серия Virginia. В линейке представлены трехходовые краны под установку электропривода. Серии Женебраска, Аляска, Миннесота и Майами представляют из себя разнообразные изделия для водоподготовки, водоочистки и запорной арматуры специального назначения. В ассортименте компании Bugatti представлены краны для установки на трубопроводы систем водоснабжения, отопления и газоснабжения. Корпус изделий выполняется в основном без латуни марки CV617N. Рассмотрим нетипичную подделку. Перед нами подделка очень высокого качества. Чем же такой кран, изготовленный неизвестно где, отличается от оригинала. На первый взгляд все на месте. Дата производства имеется. Марка кованой латуни CV617N тоже проставлена. Даже значок Ростандарта имеется. Но не все так просто и однозначно. Я не претендую на истину в последней инстанции, но скажу, что кран, который вызывает у меня столько вопросов, я на своем объекте использовать не буду. Итак, чем же отличается подделка от оригинала в нашем случае, на мой взгляд? Первое. При покупке крана Бугатти ищите дату изготовления. Месяц и год. На самом изделии. Название страны, без начального сделано в, например, просто Италии или Спейн, свидетельствует о том, что этот кран произведен неизвестно где. В более талантливых подделках можно увидеть непереводимую игру слов. Mode in Italy. Правда, в нашем случае буква И вошла не вся, а частично. И самое главное, я никогда не видел надписи Mode in Italy. Все-таки правильно это пишется через А. И буква А только заглавная и никогда не прописная. Также вызывает вопрос, если у вас на ручке написано сделано в Италии печатными буквами, то какой смысл наносить эту же надпись на само изделие другими буквами, прописными? Есть смысл? По-моему, нет. Второе. На любом кране от Бугатти стоит дата производства. Если вы увидите, что кран сделан в августе, то это скорее всего подделка, так как завод в Италии в августе не работает. Почти все фабрики и склады закрываются примерно в период с 5 по 25 августа. В этот период осуществляется только отгрузка со складов. Третье. Для запорной арматуры в Валвосанитарии Бугатти использует кованый латунь марки CV617N. Материал изготовления представляет из себя сплав и включает. Марка латуни в обязательном порядке размещается на корпусе крана. На подделках тоже ссылаются на этот сорт латуни. Вот только чтобы снизить стоимость, нужно упростить конструкцию и использовать более дешевое сырье. Поэтому поддельный кран отличается от оригинального не только низкой ценой, но и весом. В лучшем случае корпус левой арматуры делает из вторичной латуни. А если на кране вы не обнаружили указания на сорт латуни, из которого он изготовлен, то перед вами неоспоримая подделка. Четвертое. Наличие знаков маркировки RST, IAG и украинского знака стандартизации, как в нашем случае, не указывает на соответствие изделия нормам и стандартам. Почему? Потому что изделие имеет иные неоспоримые привнаки фальсификации. Пятое. Знак WSP, обозначающий рабочее паровое давление, и знак WOG, показывающий, что клапан можно инсталлировать в разные системы с различными рабочими средами, а именно вода, вот же масло, ойл и газ, в отличие от оригинальных кранов, на которых эти знаки имеют выступающие контуры. На наши подделки нанесены иным способом, а именно выдавлены на материале крана. Шестое. Знак WOG, нанесенный на подделку, по задумке изготовителя должен был иметь значение 700 единиц, но каким-то немыслимым образом нанести цифровое значение правильно не получилось, и мы видим перевернутые цифры. Седьмое. Это фаски. Общаясь с мастерами-сантехниками, я не раз слышал, что у настоящего крана Бугатти должны быть фаски, вот в этих местах, и причем обязательно с обоих сторон, как вот на этом крае, например. У нашей подделки этих фасок тоже нет, но я не думаю, что такой факт можно уверенно отнести к доказательству фальсификации. У других кранов возьмем, например, Овентроп. Тоже фасок нет. Продолжение следует. Да и причина наличия или отсутствия фасок кроется, на мой взгляд, другом, в наличии американок. Если у нас есть американка, то мы имеем фаски. Если американки нет, то и фасок нет. Может у кого-то из мастеров сантехников есть свое мнение по этому поводу? Буду рад, если вы изложите его в комментариях. Продолжение следует... В основе выдающихся эксплуатационных свойств шаровых кранов от производителя Бугатти лежит безупречность конструкции, полный контроль производственных процессов и безупречный контроль качества входящих в продукцию и материалов. Купить шаровые краны Бугатти можно на специализированных строительных магазинах или фирмах, а также на строительных рынках. Ввиду большого количества подделок оригинальной итальянской продукции, приобретать его стоит только у проверенных и зарекомендованных поставщиков с гарантированными сертификатами качества от производителя. Обратите на это особое внимание, если вы хотите, чтобы у вас дома ваш водопровод никогда не заставил вам неудобств и проблем. Если вам помогло мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и огромного здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok